Всем привет! Сегодня у нас в гостях один из моих зрителей. Я хотел бы сразу сделать такое интро. Когда мы говорим про жизнь в других странах, ну, собственно, и из моих уст много чего было, это не значит, что мы хотим найти в других странах вот только всё самое плохое и как-то возвеличить нашу замечательную Россию. Ну, мы прекрасно знаем, что в нашей замечательной России, если копнуть, так ого-го, да, любая какая-нибудь там затрапезная Болгария порой раем покажется, если сравнивать регионально. Но проблема в том, что всё-таки до сих пор, и я это вижу по ряду комментариев и по тому, что я вижу в ленте, у людей есть определённый флёр, и у людей есть определённая плёнка на глазах, причём в ту или иную сторону. То есть, у одних, что вот Раша – это такая прям параша, что надо отсюда валить хоть в Антарктиду, а у других обратное, что вот у нас всё самое прекрасное, а там совсем отстой. Ну, вот я долго не хотел касаться темы Англии. Во-первых, у меня было интервью с Уильямом Хакетом Джонсом. Я, на всякий случай, размещу ссылку в описании под этим выпуском. Это англичанин, который благополучно живёт уже много лет в Петербурге. У него свой бизнес, переводческая контора, ну и, в общем-то, он полностью интегрирован уже в наше общество. Он прекрасно говорит по-русски, если хотите, посмотрите. То есть, там был его взгляд на, собственно, жизнь англичанина в России. У меня очень много знакомых в Англии, и, собственно, многие мне предлагали на эту тему поговорить. У меня много знакомых, кто туда ездит, и я вот читал там посты про то, как они вызывали себе и сантехников, и про то, как там у кого-то дочка заболела, с чем это было связано и так далее. Картина, кстати, очень по части медицины, опять-таки, напоминает состояние её в Соединённых Штатах Америки. И, соответственно, сегодня человек... Представься, пожалуйста. Меня зовут Константин Девятов. Константин Девятов. Нам расскажет конкретно про его опыт жизни в этой замечательной стране. Хочу сказать, что это его опыт. У кого-то он может быть другим, и это, опять-таки, нормально. Значит, Константин, логичный вопрос. Что ты там делал? Да, начну сначала. В возрасте 16 лет я переехал в Шотландию, то есть это вот Британия, и вот северная часть... Ну ты уж так уж совсем тоже не надо там про наших зрителей, что вот Шотландия, она немножко выше. Но меня всегда смешил вопрос, как этот человек живёт в Британии, но не в Лондоне. Ну да, это есть замечательный ролик. Я не помню, какие комики сделали. Они объясняли, соответственно, там на примерах сборных по футболу, языков и прочее. Вот Англия – это единая страна или не единая страна, а Великобритания и так далее. Да, и это тоже акт уважения к моим шотландским знакомым, потому что, когда их называют англичанами, они очень негодуют. Ну, можно вспомнить тот же референдум о независимости, в который как раз вот эта воля самоопределения вылилась. Ну, в общем, я переехал в 16 лет, не закончив школу в Санкт-Петербурге, где я жил до этого, и устроился просто в обычную школу, где я жил. А жил я в городе Инвернессе, точнее в окраине Инвернесса. Это в пяти километрах от того самого озера Лохнесс. Относительно Глазго и Единбурга – это где? Это на севере. Это ещё севернее, да? Да, это так называемая столица горной Шотландии, то есть там все муниципальные центры находятся там, но, в принципе, сам городочек он очень маленький, и, то есть если вот горная Шотландия, она там довольно много где можно ездить, она довольно популярна для туризма, европейского, очень там даже есть такая летний тип туристов, как немецкие байкеры, которые туда приезжают и разъезжают, много где погулять, но сам городочек небольшой, хоть и называется столицей. Я хочу сказать, что, кстати, ещё у меня было интервью с четырьмя шотландцами, которые приезжали к нам в Петербург, тоже есть у меня на канале, можете глянуть, тоже ссылку там оставлю. В юбках такие классические парни, значит… Да, в самих тех килтах. Да. Да. Хорошо, то есть ты приехал, начал учиться. Ну, тогда логично спросить тебя, что ты там встретил в области системы образования, что было для тебя интересного, нового, старого, необычного? Ну, во-первых, для меня… То есть я учился в школе в Санкт-Петербурге. Ты спикал уже до этого, ведь, я так полагаю. Вот, интересно. Меня не хотели брать, когда… То есть я переехал туда со своей мамой, которая вышла замуж. То есть муж моей мамы ходил договариваться в школу, и очень школу не хотела принимать, потому что, ну, кто-то приехал, языка не знает, как бы нигде не живет, ну, как бы в другой стране. Когда я уже сам туда пришел побеседовать, я изнесаться мог, у меня был большой опыт онлайн-игр, где я разговаривал с студентцами. Вот. То есть я мог понимать, я что-то мог биомео говорить, что я хотел. И, в принципе, удостоверившись, что я все-таки могу вообще быть социально… Совсем конченый для общества человек. Да, да. Меня взяли в школу, но сказали сразу же, так как я приехал в конце ноября, и где-то вот в конце декабря я устроился в школу, мне сказали, так как полгода осталось учебного года, там, просто будешь сидеть на уроках, экзамены не сдашь, ну, и как пойдет. Потому что не хотели, как бы, на меня ставить таких обязательств, чтобы, ну, я волновался, потому что там, в принципе, интересная система. Но, в общем, я потихоньку влился. Но система такая, что год обучения, ну, начинается в сентябре, заканчивается май, тут ничего, никаких сюрпризов. Но вот в феврале как раз есть полугодовой экзамен, который определяет вообще возможности и как бы поступления, то есть стоит ли, ну, там, на каком уровне, стоит ли вообще продолжать обучение на этом уровне, так как последние года вот старшая школа, она как раз разделяется на, во-первых, на предметы. То есть как, вот я в девятом классе сдавал в Питере экзамены, я выбирал, ну, там, русский, математика и что-то еще. Там то же самое делают, только больше ничего не учат. То есть выбирается пять предметов, и ты учишь только пять предметов в старшей школе вот последние, там, два года. Такой вопрос, скажи, пожалуйста, а вот их произношение местное, оно быстро ты его освоил? Вот, это тоже интересный вопрос, и для меня он был непонятен совершенно, потому что вот именно в Инвернессе разговаривают вот тем самым Queen English, то есть тем самым чистым языком, который, ну, которому нас учат в школе в России. Да, серьезно? Вот именно там, но вот километр на лево… «Раза дай before you» вот этого нету, да? Нет, этого, это вот как раз такой более английский, и больше вот в Шотландии, особенно если идти вот в Глазго, в Эдимбурге тоже очень все цивильно и очень понятно, там довольно чистый язык. А вот если идти в Абердин, там, где много нефти и всего остального, вот там у них, во-первых, и много сленговых словечек, которые они самостоятельно вынашивают, и как бы они только локальные. И само произношение очень непонятно, я даже не буду пытаться его воспринести, потому что оно очень отличается, и… А ты, извини, трейнспотинг смотрел, нет? Да, конечно. Ну, понятно, то есть… Это не так плохо, то есть это… это Глазго. Ну, просто вот в Глазго я как раз слышал… Там чувствуется, да. Слышал вот какой-то местный вот колорит языковый, постоянный. Да, там есть, и там есть, да, колоритные, там есть как бы словечки, и есть… То есть то, что человек из другого района, ну, другого региона, да, Шотландии или Британии, не поймет просто. Понятно. То есть хорошо, в том городе, где ты жил, там вот именно это… Пью-Инглиш. Да, там было все прямо для туристов. Понятно. Хотя их там не так много. Хорошо, ладно. Как ты вливался в систему, как к тебе относились твои соученики и так далее? Да, это был тоже интересный, точнее, ну, интересный опыт для меня и для них, потому что городок маленький, и там я был единственным иностранцем вообще. Там даже китайцев не было. Да ты что, и в челмах, что ли? Нет, нет, вообще никого. Что ж ты за Англия такая, где нету человека в челме? Ну, это я уже прочувствовал, когда переехал на юг и южнее-южнее спускался, я чувствовал эту мультикультурность. Хорошо, все было бьютифуль, но… Бьютифуль-бьютифуль кантри. Да. И там, да, и в начале, когда я влился как бы в коллектив старшеклассников, я, в принципе, был таким «talking Russian», как это назвалось. То есть я был вот таким вот трофеем для компании. То есть я был нечто, о чем было интересно поговорить. То есть, ну, меня это довольно угнетало, и в начале я как бы пытался сменять тему, но со мной очень часто говорили как бы на тему, там, а что в России, там, холодно, еще что-то. Как бы, ну, немножко мне было тяжело, потому что действительно ко мне в силу того, что я был настолько отличался по-культурно, и, ну, как бы все те стереотипы, которые на мне сверху лежали, ко мне обращались все-таки как к представителю иной культуры, чем к личности. Вот, но в итоге как бы я нашел там маленький свой круг, вот, подружился с некоторыми ребятами, один из которых, вот, я прошел, даже остался один дополнительный год в школе, проучился вместе там с дерьми, был единственный человек, который там, ну, грубо говоря, на 12-й год остался, на 7-й год в школе, когда кого не бывает. Это как раз тоже про систему образования, но... Вот расскажи про этот дополнительный год, это что такое? Вот, это вообще такого не бывает обычно, но так как я учился, то есть я пришел с... вот, кстати, интересно, я был в 11-м классе в Питере, и когда я переехал, меня отправили в, ну, получается, в 10-й, просто по годовому, да, да. Я просто, ну, я пошел в школу в Питере, где мне было почти 7, то есть поэтому я бы после 10 лет, я в 16 бы выпустился, ну, у меня бы осталось 17. Это обычная тема, в 17 лет выпускаться в школе, там все-таки выпускаются в 17-18, там просто подлиннее. Ну, и плюс в школу все-таки начинают ходить с 4-х лет, то есть там нету такого детского садика, как такого большого образования, как детский садик. Там есть как бы ясли, куда детей можно отдавать, а потом сразу школы, как бы все. Ну, и школа там, понятное дело, такое более игровая, вот первые года, они как бы не особо сидят за партой, а там гуляют, делают, ну, похоже на садик, ну, просто это совмещено. Поэтому все-таки она подлиннее этот процесс, и получается, что в школе 18-летние, ну, половина выпускников уже в 18 лет достигла, и там тусят, и все такое, это нормально. Вот, но этот экс, после того, как я вот отучился первые полгода, экзаменов там особо не сдавал, потом в следующем году учил те же самые предметы, только уже сдавал экзамен, сдал их хорошо, подал документы в университет, и, ну, и должен был как бы зачислиться в университет. Мне бы интересно сказали, все, классно, приходи, мы тебя вот ждем, а в Шотландии образование бесплатное, за него платят государство. Есть специальный фонд, специальное агентство, которое выдает, как бы, вот эти займы. Ну, по факту платят университету, то есть не мне деньги, а сразу университету и платят за меня. Но у них есть правило, что бесплатное образование, то есть они только за тех заступаются, кто три года прожил в Шотландии именно. Вот я хотел спросить, как бы было бы очень странно, что ты приехал и хоба. И хоба все, на все готово, да. То есть мне сказали, я на тот момент был, только два года прожил, мне сказали, как бы, можешь идти, но надо будет платить, там, в тот момент это было 11 тысяч фунтов в год. Ну вот, то есть это, ну, на сегодняшний, сейчас курс поменялся, но тогда это было там в районе 700 тысяч в год. Таких денег у меня не было, хоть моя мама вышла замуж за британца, но он был не такой обеспеченный, он был плотником и реставрировал мебель, вот. И она сама тоже работала, но, в общем, как бы, моя семья не могла меня так обеспечить, поэтому было принято решение пойти еще на год в школу. Потому что я не хотел просто слоняться, ну, работать где-то, я тогда был не готов, не такой самостоятельный был. И пришел в школу, попросил, чтобы меня еще на год оставили, мне говорят, да без проблем, как бы ты всего тут полтора года отсидел, давай еще. И вот я вернулся опять и с планом на того, что, может быть, я там закончу какие-то повышенные квалификации и в университет смогу поступить сразу на второй курс. Там есть такая же программа, она обычно для студентов колледжа, то есть в колледже отучился, и сразу же, как бы, можешь на второй курс или на третий попасть в университет. Был очень интересный опыт, потому что я учился там математике, вот на последнем своем году математика-физика, как бы, типа университетского уровня, там она называется, обычно это называется шотландские hires, это как бы старшеклассников предмета есть, advance hires, это какой-то, ну, уровень, который там больше, больше как самостоятельности, более такой экспериментаторский, то есть по физике у нас там была курсовая, где нужно было совершить какой-то физический эксперимент, описать его, ну, типа мини-диссертация. Вот, но мне неинтересно было учиться, на самом деле, потому что меня уже зачислили в универ, мне нужно было просто отсидеть год, но интересный за этот год был в том, что третий, так, из пяти мне дали возможность взять только три. И это значило, что у меня там был почти один свободный день, это все было с такими промежутками, но третий предмет, который я взял, это была информатика. Но в моей школе информатика не продавали, а продавали ее в колледже. И вот в колледже у них была программа удаленного обучения, и это была, ну, не знаю, по-моему, это фантастика, эта программа была, потому что в колледже за год обучения я был три раза, вот, пришел туда три раза. Первый раз я пришел в сентябре устраиваться, мне выдали учебник и сказали, будем тебе, то есть у меня был преподаватель, и преподаватель сказал, я буду тебе присылать, ну, у меня было еще три сокурсника, и он говорил, буду вам присылать по имейлу в неделю, и буду вам задачки давать. Имейлы приходили такого содержания, прочитать от страницы 10 до страницы 15, все, точка. То есть просто прочитать от сих до сих. Да, ну, это не так плохо было бы, если бы содержание было интересное, но в содержании то, что нам нужно было готовиться, и то, что было на экзамене в итоге, это было, один вопрос, это как кодируются аудиозаписи на аудиокассетах, вот настоящие аудиокассеты, и как, какая там компрессия, и все такое, вот технология такого рода видеокассеты, как там подключается, что такое процессор, где он лежит, как подключается мышка к блоку питания. Это крайне важное знание. Я согласен, очень важно, если бы они были, как бы, если бы у нас был курс, там, ну, не знаю, даже не системный администратор, то есть я даже не знаю, это вот включатель компьютера, по-моему, официальность. Курс секретарши. Вот, и было очень-очень интересно, потому что второй раз я пришел в колледж в феврале, и это был день сдачи курсовой. Нам об этом сообщили вот в этот день утром, что сегодня пора сдавать курсовую, а курсовая у нас была по программированию на таком популярном сегодня языке питоне. Но нам об этом не сообщалось, и в книжке такого материала не было. И в итоге, сидя там, преподаватель писал на доске программу, и мы ее записывали в курсовую. И сдавали. Очень интересно. Ну, научились ли мы какое-то, научился ли я какое-то программирование там? Нет. И совершенно, ну, это было совершенно вот такая вот бюрократическая процедура. Зато тебя научили подключать мышку. Да. Ну, я считаю, за этим уже стоит следовать съездить в Шотландию. Потом пришла технология беспроводной мышки, я остался без работы. Черт. Даже здесь, да? Это было смешно, но я на самом деле совершенно не переживал, потому что у меня была тонна свободного времени, у меня было место в универе, мне нужно было просто... Просто перекантоваться. Перекантоваться, да. И в итоге ирония была в том, что дождавшись как раз года, мне нужно было получить там удостоверение от вот этого самого финансового агентства, что твоя, твое место оплачено. И я общался с ними, там, посылал все документы. Оказалось, что нужно было получить, чтобы получить вот это поручительство, мне нужно было быть постоянным резидентом, то есть получить вид на жительство. Ага. Вот. А как же три года там? И вот эти три года, как бы я после трех лет я могу получить вид на жительство. То есть ты после трех лет можешь уже стать, видно, там все три года? Было три года, сейчас, по-моему, пять лет. Ну, три года вообще ни о чем. Да. Ну, там, как бы, понятное дело, что просто так туда не пускают, то есть, понятное дело, по учебе, но опять же, там вот эти суммы уже сейчас за миллион в год в рублях, они, конечно, удерживают людей, а так, как бы, просто по-туристическим визите ничего не дадут. Понятно, наверное. Вот, но, да, три года было довольно лояльно. Вот, кстати, было интересно, когда я уже подавал на эти документы, там законы вступали, чтобы там подольше, побольше денег платить за это, ну, там по чуть-чуть, конечно, увеличивали. Вот, и сейчас это уже шесть лет, по-моему, до гражданства. Вот, у меня уже есть британское гражданство, у меня двойное гражданство и Российской Федерации, и Соединенного Королевства. Так вот, мне нужно было, ну, я вместе со своей мамой, мы вместе подавали документы одним пакетом, послали, послали их в Home Office, называется, то есть это то, что совместимо внутренних дел и иностранных дел, то есть это такое государственное образование, и они взяли эти документы в апреле, мы их послали, они начали это обрабатывать, и потом ничего от них не было слышно. Моя мама решила, что вдруг, как бы, два человека совместно, может, это задерживают, послали, попросили их разъединить документы, и через неделю приходят документы мамы полностью со всем, там, со штампиками, все остальное, мои документы нигде найдены. Началось там расследование, моя мама звонила, спрашивала, приходят документы каких-то людей из Англии, со всеми, там, банковскими паспортами, со всеми... Нам. Вот прямо, как бы, не то, что там под подписью, а просто, как бы, приходят, вот, забираете, как бы, посылочка. Что такое? Ну, отправились, то есть там было все, там была вся подноготная, все документы, которые отправляются, просто вот приехала, отправили это обратно, и в итоге мои документы приходят уже в сентябре, то есть там уже 4-5 месяцев прошло, они приходят со всеми печатями, все отлично, я пишу в университет, университет говорит, да, приезжай, мы тебе там даже в общаге место уже есть, я на следующий день уже приезжаю в Удимбург, то есть я вот с севера Шотландии иду в центральную, недежнее, и устраиваюсь, спрашиваю, а как там с бесплатной, и мои там гранты, и все такое, а мне говорят, нет, вы должны быть резидентом на момент, там, какого-то августа, вот если вы не резидент, то мы вам не платим, ну ладно, ну как бы, хорошо, там деньги не такие большие, если 11 тысяч фунтов было для иностранного гражданина, то для местного жителя, то, что оплачивает этот грант, это было меньше 2000, 1800 фунтов, ну это как бы там, один месяц зарплаты за год, на минимальной такой полной неделе работы, не так плохо, я говорю, ну ладно, за год я могу проучиться, а дальше что вы пойдете? Он говорит, нет, если вы в первый год обучения сами платите, вы все платите сами, поэтому у меня была дилемма, как бы, еще годик подождать, чтобы бесплатно, или уже все там 4-5 лет учиться и платить, как местный житель, и в итоге я платил, как бы сначала мама моя платила там несколько лет, потом я уже подрабатывал, уже платил самостоятельно, хоть даже университет, они мне даже выдали, ну типа маленький грант, там был 500 фунтов в год, ну который там чуть-чуть покрывал, чуть-чуть покрывал, то есть такая интересная ситуация, что университет прямо вот они там и помогали, там звонили, вот чтобы вот эти документы получить, я со своей мамой ходил даже там местному политику, который что-то там тоже помог, и в общем нужно было долго стараться, а в итоге как бы я все равно заплатно учился. Да, ну вот эта ситуация, когда мы прислали просто документы других людей, это, конечно, поразительно. Хорошо, ну ты отучился, ты как бы, как ты сейчас оцениваешь вот тот уровень знаний, который ты получил в местном университете? В университете у меня был, в Эдимбурге есть Эдимбургский университет, он очень в высоких всяких рейтингах и довольно такой солидный университет, я там не учился. И потому что у меня был выбор, точнее я выбрал там два университета, есть еще один университет в Эдимбурге, он более технически направлен, и когда я туда пришел, он прямо на границе города, и он в огромедном таком имении расположен, где раньше было имение, и это парк. То есть там общага, там все корпуса, они все находятся в парке, там белочки бегают, и я в это влюбился и ни разу не пожалел, потому что потом, когда я много занимался тоже в образовании, участвовал волонтером и в летних школах работал, я понял, что в каждом университете очень разится как бы и модель, вообще образовательная программа, и специальность немножко подается по разным соусам. У меня в университете было очень технично, у меня был как бы там, там даже были такой совет индустриалистов, это просто приходили работники разных компаний и говорили там, что вы учите какой-то фигне, вот нам нужны такие специалисты, давайте учить как бы вот этому. И в общем, и таким образом там были какие-то, вот у меня был курс, которым последний год, пятый год был сэндвичный, так называемый, когда было одно полугодие в универе и второе полугодие на практике. И то есть университет как бы подбирал, можно было самому искать, но в общем они толкали людей именно на то, чтобы не быть просто носителем знаний, а именно применять их и получать какой-то реальный рабочий опыт. И мои знания я в первую очередь, даже не сама как бы сама теория, она в принципе, я оцениваю ее довольно высоко, мне она полезна на сегодняшний день, я продолжаю работать по специальности как разработчик, то есть программист, разработчик информационных систем. Но я больше ценю вот именно те практические темы, к нам приезжали там различные компании, создавали какие-то конкурсы, хакатоны, как это называется, когда нужно за короткий период, обычно за... То есть в Москве очень популярна эта тема. Да, за выходные сделать какой-то проект и в конкурсе поучаствовать. И хотя там они приезжают во многие университеты и создаются, но сам университет в общем старался, двигал нас к этому, но мне вот самое большое, по-моему, преимущество университета для меня было в том, что в Шотландии бесплатное образование, но так как это часть Евросоюза, в Евросоюзе, если для своих граждан в стране бесплатное образование, значит для всего Евросоюза будет бесплатно. Поэтому туда приезжало очень много студентов из Европы, у меня был один однокурсник на первых курсах, он потом ушел, который из Латвии в городе Далгопилс, в школе, он говорит, вот у нас выпускается класс, и все вот так вот, как на вертолётике переезжают в Шотландию, там несколько университетов, но вот целый класс как бы перемещается и учится, и также там было много других французов, немцев, и вот именно вот этот коллектив, который собрался на моём году обучения, мне очень помог, там было очень много интересных людей, которые приехали из разных стран, у них было много опыта, там кто-то работал на радиостанции, что-то там делал с какими-то алгоритмами, в общем, мне кажется, если бы я остался ещё на год, чтобы бесплатно поучиться, то у меня был совершенно другой опыт. Интересной особенностью было то, что для Евросоюза и для шотландцев, которые прожили в Шотландии 3 года, бесплатное образование, а для англичан платное, потому что англичане, в Англии образование платное, то есть так как в Шотландии у неё есть свой, ну это как бы автономная часть, у них есть свой парламент, они выбирают как бы своё, для англичан такая же сумма для обучения, такая же, как для иностранцев, и есть даже термин такой образовательный, есть как в Шотландии, и rest of you, это все остальное Соединённое Королевство, то есть для них цена отдельная. Интересно, это наверное от большой любви к англичанам может быть ещё? Да, в том числе, всё-таки вот в обычных шотландцах вот этот вот, ну можно сказать, национализм, он присутствует. он и есть как бы, пойди там шотландца, назови там англичанина, здесь ещё больше вопрос, как он на это отреагирует. Так вот, переходим как раз к вопросу о людях, как бы ты описал вот вообще шотландцев, их быт, насколько тебе было в этом всём комфортно и так далее. Да, у меня интересный опыт, потому что я жил в разных местах, то есть я жил в Инвернессе сначала, маленьком городе, потом в Лудимбурге, в столице Шотландии, большой город, там даже много стартапов сейчас развивается, то есть он довольно продвинутый, а потом я жил в Лондоне, но для меня был большой культурный шок, вообще переезд из Санкт-Петербурга в Инвернесс, там было, во-первых, была всё-таки в маленьком городе, в городе мне было, поразила меня монокультурность, там все мои одноклассники, они слушали одну радиостанцию, вот с точки зрения музыки как бы совершенно такой маленький показатель, но у меня в школе там были какие-то там альтернативщики, какие-то там драм-н-бэйс, какие-то там что-то по псу слушал, ещё что-то, но было вот это разношерстное, то есть дело не в том, что они там все грубками сидели, ну просто были у людей, были разные интересы, там всё одинаково, то есть, ну настолько, наверное, маленький город, что это всё не очень прижилось, и вот там были как раз маргиналы, которые вот там 4-5 человек из 50, которые чем-то другим занимались, даже у моей супруги, она училась, у неё такая же история, она переехала с мамой из Ростова в Шотландии, и училась около Глазго, там город есть, Лин-Лизго, и так как он поближе как бы большому городу, там уже было, там были какие-то металлисты, ещё что-то, то есть там было вот это вот разночтение, но для меня, да, для меня было потрясение с точки зрения детей, с точки зрения взрослых, ходят анекдоты о том, что шотландцы скряги, и это есть к этому основание, когда я переехал, я переехал в такой деревенский домик, он как бы, он даже называется farmhouse, то есть это дом фермера, рядом там были какие-то поля, которые не принадлежали совершенно, там просто фермеру сдавались, вот, и в этом, рядом был, кстати, стойло для коров, там жили коровы, вот прямо, не то, что через дорогу, а вот от входа пять метров, вот было стойло и как бы пастбище вокруг, и в этом домике вообще первое, что встречается, я приехал в ноябре, это проблема отопления, в Британии вообще центральное отопление, как фразы, существует, и она обозначает, что в доме или в квартире все батареи подключены к одному, ну, котлу там какой-то стоит, да, какому-то котлу, да, который, то есть, ну, и к одному, может быть, электрически даже, что смешно, как бы, с точки зрения экономики, но так и есть, подключены к одному управлению, то есть можно задать какую-то единую температуру в доме, я переехал в этот домик, и там в каждой комнате был была труба и как он называется, камин в каждой комнате, и он был не запечатан, вот просто ветер дует, фу-фу-фу-фу, и как бы, и другого вообще отопления не было, то есть можно было бы, если бы, наверное, давно и так и делали, ты заводишь себе в камине костер, и сидишь, креешься вокруг него, и, ну, как бы, в кроватях были электрические одеяла, просто потому, что ночью холодно, там, грелки можно было взять, но в итоге, через какое-то время, моя мама с мужем там переоборудовали, создали, сделали там на кухне такую плиту, которая жигла что-то там подобие керосина, и от нее воду грело, в общем, на ванну, и там в пару батарей, но все равно дом такой старый, что там, ну, везде дует, все холодно, и, как бы, люди так живут, то есть, вот, скряжничество вот это, вот, каждую копеечку на счету держать именно в том, что, как бы, дома не особо не отапливают ничего, люди просто домой приходят спать, и тут все-таки огромная часть культуры Британии это пабы, и паб, это public house, в самом все слово значит, то есть, это есть частные клубы, куда они не пускают всех, а в пабы пускают всех, ну, и сейчас это просто паб, туда можно прийти выпить, но там тепло, там можно покушать, и выпить, и это место сборища всего и вся, то есть, люди, зачем дома сидеть, обтапливать, если можно сходить, пообщаться с светом общества, и сэкономить денежек. Слушай, ну, я, конечно, знаю про проблемы отопления во многих местах, про, я просто был последний раз, и первый последний раз в 2003 году, да, я помню, что там тоже, мы жили в Глазго, причем в очень хорошем отеле, рядом с центральным вокзалом, и я помню, что там были проблемы, потому что не грели батареи, к моему удивлению, то есть, а на дворе это был, по-моему, конец октября или ноябрь, то есть, какое-то такое время очень интересное, там, конечно, потеплее климат даже в Шотландии, чем у нас, но, тем не менее, понятно, скорее, нет, там есть большой интерес именно с отоплением, в том, что, когда я пожил в Удимбурге, и у меня была подруга, которая занималась как раз гражданской инженерией, то есть, дома там какие-то, ее поражало, она была, она из Болгарии, ее поражало, что батареи ставят на внешних стенах под окнами, вот окно, под ней батарея, и вот она греет улицу по факту, и все батареи вот так вот ставлены, то есть, не на какой-то внутренней стене, а на внешней, а на внешней, и, а сверху примечательное окно обычно стоит там, сейчас ставят там пластиковые окна, стеклопакет, все классно, а вокруг такие дырочки, потому что их, ну, зачем, зачем там по ключу-то делать, просто можно вентиляция, вдруг там опасность, еще что-то, в общем, никто не заклеивает, в общем, этот стеклопакет, он, ну, и красивый, конечно же, но, недостаточен для, для этого, и получается, что эта батарея, она согревает, и даже тот теплый воздух, который остается внутри, он благополучно вылетает наружу. Поразительно. Хорошо, если мы будем говорить, например, о такой сфере, жизни, как здравоохранение, как с этим дела обстоят в Штатландии? Ну, я бы сказал, что там, вообще, во всей Британии есть два, два мира, это платная медицина и бесплатная медицина, и бесплатной медицине все зависит от бюджета, и особенно сейчас, показатель, по-моему, насколько это серьезная проблема, это при предбрекзитовском голосовании, когда всех агитировали, одна из главных тем была, это то, что Евросоюз, там, забирают нас 50 миллионов в месяц, в неделю, каждую неделю он берет 50 миллионов фунтов, давайте откажемся от Евросоюза и отдадим ее на здравоохранение. И вот это действительно как бы была такая точка движения, которая потом оказалась, многого скандала было об этом, правда это или неправда, там, насчет точности цифр и всего остального, но вот это именно как показатель того, насколько это болезненная тема для людей, это действительно так. То есть, вот эта тема отдать, ну, условно говоря, 50 миллионов на здравоохранение, она была, перефразируя, главным двигателем Брекзита. Да. Одна из главных рекламных компаний, вот именно там автобусы можно увидеть, если Брекзит смотреть на такие, которых именно это. 50 миллионов отдадим в здравоохранение на ИЧС. Выражаются все вот эти проблемы с бюджетом в том, что если прийти к врачу то и сказать там, что мне что-то плохо, я хочу какое-то обследование пройти, нужно действительно, когда я ходил, нужно действительно нажимать. Это вот такое же чувство, как когда по телефону звонит какой-то телепродавец, и ему нужно, его нужно уговорить, что мне не нужна ваша услуга, ну, если не бросать трубку. И такая же тема с врачом, только наоборот. Нужно наоборот продать врачу идею, что мне действительно нужна помощь. Потому что врач очень часто, ну, там есть какие-то таблеточки, которые можно в аптеке купить, там, попейте, вот это сделайте, вот это сделайте, вот это, это, как в анекдоте о политиках, которые уже экономика разрушилась, а у меня столько еще советов было. Точно так же, ну, у врачей это не так смешно получается. Пациент умер, а в советах все осталось. И, в общем, и проблема в том, что, чтобы увидеть специалиста, то есть, ну, во-первых, там, в зависимости от места жительства, если не очень благополучный район, особенно в Лондоне, когда я жил, у меня был там районный врач, чтобы к нему попасть, нужно записываться там за две недели. Вот, чтобы просто к первому врачу прийти, потом надавить на него, чтобы получить какое-то направление, и потом этого направления можно ждать несколько месяцев. То есть, чтобы пойти, там, реген сделать, еще что-то. Ну, когда там нужна, допустим, какая-то операция, еще что-то, этого может дать несколько месяцев. То есть, политика, с точки зрения экономики, я это понимаю, то есть, у них денег нет, они хотят, как бы, удостовериться, что эти деньги, ну, эти услуги пойдут именно тем, кому это нужно. Но, но выглядит это очень проблематично. У меня был знакомый, который ходил так к врачу, настаивал, настаивал, и его там отправляли, там, какие-то такие обследования, там, анализ крови, еще что-то, его обеспокоило, и в итоге, когда уже пришло обследование, у него обнаружили рак. Вот, ну, понятное дело, что это крайний случай, такое, конечно, бывает, ну, как бы, ошибки какие-то или недочеты, особенно с британским темпераментом, люди не особо, не особо давят свои интересы, не особо продавливают, то есть, для, смешно, что даже слова нет, довольно сложно услышать в британской культуре, да, то есть, типичный пример, если просто я прохожу, спрашиваю, там, у уборщика, магазин открыт, он не скажет нет, он скажет, мы открываемся в 10, ну, как бы, дополнительная информация, все остальное, но, как бы, это выражается, то есть, не то, что там никто, они говорят, просто такая культура, она более, как называется, вежливая, и это выражается в таких смешных кверках. Понятно. А платная медицина, у тебя была какая-нибудь страховка? когда я уже в Лондоне, переехал в Лондон работать, устроился там информационное агентство Bloomberg, у меня была страховка медицинская. Ты работал в операционном агентстве Bloomberg? Да, именно там, я работал там разработчиком, саппортал, там чего-то? Нет, я расскажу быстренько об этом, агентство информационное, но вот все новости, это, по факту, для компании, это реклама, это просто вот большой рекламный отдел, который рекламирует их услуги, потому что главное, это их разработка терминала Bloomberg, это финансовый терминал, в принципе, он приносит там всякая аналитика, всю информацию по финансовым инструментам, то есть все биржи, все остальное, я там работал в разработке их продукта для финансовых портфелей, то есть когда там пенсионный фонд хочет куда-то деньги вложить, и они хотят узнать там инвестиционные конторы, типа, что вы мне предлагаете, они могут дать выписку как раз вот из Bloomberg аналитики, что вот у нас такие риски, вот у нас такие возвраты на ваши инвестиции, такие там проценты, такие комиссии. То есть это мониторинг и аналитика инвестиционного рынка. Да. Хорошо. Ну вот, соответственно, переходим к вам. И у меня была страховка, и страховка это такое волшебное слово, вот как Сезам, откройся, вот приходишь к врачу и говоришь там, у меня нога болит, они такие, ну, у меня тоже нога есть, она не болит, грубо говоря. На самом деле там варианты такие, что все равно с платной страховкой можно ходить к платному доктору, и это, ну, чуть дороже обычно, и обычно это не входит в страховку, потому что платная страховка работает параллельно с бесплатной медициной, в том смысле, что нужно ходить к такому же районному доктору, он пишет направление, только когда ему говоришь страховка, он такой, сразу подписывает направление, и все, потому что это не его проблема, Не надо ждать несколько месяцев. Не надо вообще ничего говорить, не нужно убеждать, просто там говоришь, у меня там чешется нога, хочу провериться, страховка, он такой, все, на любого, вы знаете, кого вы хотите, не знаю, любому специалисту иди, там страховка обычно, она сразу тебе говорит, какие есть специалисты, где вам поближе, и так далее, и это прямо другой мир, потому что потом вот с этим направлением на следующий день можно пойти, там выбираешь специалиста, их очень много, идешь туда, денег вообще, ну как бы, никто не требует, все, страховка оплачивает, они все там самостоятельно это решают, и вот у моей супруги был случай, когда она ударилась ногой, и у нее там было что-то, то ли ушиб, то ли перелом на мизинце ноги, она решила, что бесплатная медицина, она подольше меня жила в Британии, решила пойти в травмпункт, который работает 2-4 часа, пришла туда, ей говорят, у вас что, болит? Я говорю, да, мизинец на ноге, ей дают брошюрку, на которой написано, если у вас небольшой палец болит на ноге, это не наша проблема, и там объясняется это в деталях, типа, что самоз живет, ничего делать не надо, ну и, ну, возможно, экономические решения правильные, но с точки зрения пиара, это очень странный ход, потому что человеку как бы просто говорят, едина, она пошла... Но не говоря при этом ноу. Да, 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 то есть они не говорят, они дают брошюр, который объясняет, что вам не следует надеяться ни на какие услуги у нас, это в травмпункте, она после этого пошла, записалась там по телефону в платную больницу, через страховку, сделала там рентген, рентген, обследование, и вот рентгенные обследования стоили полторы тысячи фунтов, то есть это вот столько же, сколько я за год в университете за обучение платил, и, ну, как бы платить это из кармана, там всегда цены, та же самая, как история в США, цены по платной страховке, по страховке всегда завышены в платной медицине, потому что эта страховка оплачивает, и как бы даже ни у кого нет даже мысли, чтобы оплатить из своего кармана платную медицину. Да, я там тоже, да, рентген, там больше тысячи, тысяча триста долларов, вот у меня кто-то делал рентген, и он приходил, в Москву ко мне приходил, паренён, и говорил, что после этого он задумался целесообразностью вообще всего этого замечательного процесса. И сама страховка стоила те же полторы тысячи в год, только вот полторы тысячи, ну, у меня работа как бы в часть, часть пакета входила как бы зарплата. Ну, то есть, подожди, ты, когда устраиваешься, ну, просто я пытаюсь понять, это как вот соотносить с нашей ДМС, то есть, вот у нас там есть, если ты проработан в компании какое-то время, тебе компания предлагает добровольное медицинское страхование. То есть, я так понимаю, что это некий отдалённый аналог вот той как раз платной страховки, которая существует во всём мире. У нас, в принципе, ну, я этим не очень активно пользовался, слава тебе, господи, не очень болел, но было пару раз именно как раз с травмами это всё делало связано, когда им нужно было врач. Но я знаю, что у меня некоторые коллеги там прямо чуть не каждый месяц её как бы дербанили эту страховку. А там вот, то есть там как-то работодатель он отслеживает, ну, то есть, например, там есть какой-то работник, который прямо реально каждый месяц ходит и что-то там вот он прямо и там капает, капает, капает. Вот как в этом плане вот это всё решается? А, то есть там это отдельная контора, то есть там сделано так, что работодатель, он просто оплачивает вот эту страховку, которая от третьей, от третьей конторы всё сходит, и работодатель как бы ничего не делает. На самом деле, там получается так, что так как это, ну, это не зарплата, но это называется как дополнительный доход, да, то есть та же самая страховка, которая оплачена работодателем, И с этого нужно платить налоги. А потом страховая компания, она уже всё отслеживает самостоятельно. У неё есть лимит, у неё есть всё остальное. Это очень классно, понятно, на зубной страховке, на отдельно. То есть, медицинская страховка – это одно. Ну, зубы, конечно. А зубы – это другое. Даже независники Путина из США сюда летают зубки-то делать. То есть, как бы раша-параша, а вот что-то как-то почему-то за зубными услугами, они вот сюда прилетают. Да, ну и там, мне кажется, это везде. Стоматолог – это всегда… к нему нужно ходить по рекомендации в любой стране. И, может быть, и в Новобритании есть и платные, и бесплатные, которые могут быть отличными, могут быть плохими. Но проблема в том, что в бесплатной медицине стоматолог долго не задерживается, потому что он может создать свою клинику и делать отличные бабосы, рубить в 6 дней в неделю, вот, без особых вообще проблем. Поэтому, как бы, даже если находится, можно найти там отличного специалиста, он может исчезнуть через там пару лет и потом искать нового очень проблематично. То есть, это такая тема, вот, искать методом пробы и ошибок стоматолога очень рискованно. Ясно. Ну и получается так, что… ну и как бы к чему я говорю, что как раз у них там есть… в страховке моей были были лимиты, то есть можно… столько денег они дают за такую-то пломбу, там, односторонняя пломба, столько денег, двусторонняя, столько денег, двусторонняя, столько. И во весь год есть там лимит… сколько-то, сколько-то там, полторы тысячи или две тысячи было. Лимит, что можно потратить в год. Причем там у меня была страховка вообще лофовая, потому что ее можно было международно использовать. То есть, я даже прилетал… один раз я был в Сургуте и ходил там к стоматологу, и там нужно было просто заполнить бланк, что сделал стоматолог, сколько все стоит и печатку, то есть в рублях, без всякой там, без всего. И я отправил это в страховую, и они мне дали денег. Ну, понятное дело, что лимиты, которые британские, переводя на рубли, они сразу можно там хоть все зубы менять. Да, слушай, это крайне удобно. Хорошо, а вот скажи, пожалуйста, по поводу вообще общения с аборигенами, вот эта вся британская, так сказать, вот эта чопорность и так далее, которая Оскомину набила уже на устах у многих, как ты вот в обществе интегрировался? Ну, например, в Шотландии понятно, но в Лондон-то переехал вообще. Ну, в Лондон на самом деле моя интеграция закончилась, потому что в Лондоне можно, ну, я играл в игру найти белого человека, то есть не британца, а вот просто белого человека, идти по улице, и можно считать. То есть сотни людей проходят, а ты 4-5 белых лиц увидел. И британцы все прячутся, потому что, ну, в том смысле, что они живут обычно за городом. В Лондоне не так много, в том числе и потому, что культура настолько разная, то есть там есть, ну, там все, сегрегация такие по районам. То есть я вот, когда переехал, я жил в районе Бангладешевцев. Там была самая большая, вот в восточном Лондоне там самая большая мечеть во всем Лондоне, вот она была у меня прямо через дорогу. Очень отлично пела, это было самое лучшее, потому что по той же дороге ездила скорая помощь в главную больницу района, и, ну, и там на кольцевую дорогу были машины, когда пела в мечеть, это была как музыкальная пауза для меня. Между этим. Да, 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 и какими-то странными пьяными мужичками, которые непонятно откуда делись, потому что там особо баров не было, вот. И, то есть там очень, британцев очень сложно найти, они вот живут и работают в каких-то тесных коллективах. У меня, я работаю в Лунберге, это международная американская компания, и там очень много всех, и чтобы заполучить британца себе в команду, нужно постараться. То есть это вот там трофейный британец. Если я был в Инвернессе, я был трофейный русский, то тут были трофейные британцы. Ну, ничего там как бы, ничего не отличается с точки зрения профессионализма, все на том же уровне, то есть нет никакого дискриминации по этому поводу, просто их мало по отношению к приезжим людям. А у моей супруги, она графический дизайнер, работала в нескольких агентствах и в Лондоне, и в Шотландии, и, видимо, потому что это как бы агентство довольно маленькие, обычно у них они размножаются почкованием, то есть какой-то специалист доходит до такого уровня, что он считает, что он не тварь дрожащая, а все-таки право имеет на свое агентство, он отсоединяется, делает свое агентство. И вот у нее, она там была одной из двух иностранных, все остальные, там человек 10, были британцы. О, то есть ей повезло, она попала в то самое место. Да, то есть там их было много, но это тоже как бы проблема, которая сейчас часто в Западе говорят про diversity, про разнообразность людей, ну там все-таки это выражается, ну и это тоже проблема маленькой компании, что все-таки авторитарное такое управление, ну это нормально, мне кажется, как бы людям так нравится, кому нравится, тот работает, кому не нравится, тот уходит в другое место. Оно как бы, это, мне кажется, не британское, не только британское свойство. Вот, а так... А как хорошо, ну а как ты себя ощущала, живя в столице великой страны, ну она великая, без базара даже, кто бы что ни говорил, и вот наблюдая все, ну это когда я, у меня был первый вообще выезд из России, я вернулся в Лондон, и, значит, в Хитроу, и там, значит, все, и когда меня, значит, индус на паспортом контроле меня проверяет, у меня был некий, я тогда же не знал ничего, да, у меня был некий когнитивный диссонанс, конечно, потому что я приехал в страну, так сказать, Джерома к Джерома, Битлз, и же с ними, а то, блин, Пакистан сплошной. Какие у тебя вообще ощущения возникали? Ну, до того, как я переехал в Лондон, я общался в основном, ну, много было британцев, в университете, конечно, как я сказал, много было британцев. Ну, в Шотлане, я так понимаю, их, конечно, гораздо меньше, вот этих всех ребят. Индусов, пакистанцев было, да, 600, да, ну, поменьше все равно есть, и как бы чем дальше, интересно было в том, что когда я жил в Лондоне, было много и там, и африканцев, и не африканцев, просто англичан чернокожих, это нормально было. А моя мама, живя так же, она так же и живет в Инвернессе на севере, она, наверное, первого чернокожего человека вот в бытовом обиходе увидела, наверное, через лет пять-шесть. Слушай, ну, это на самом деле, это вот стандартная история, мне тоже самое вот про провинцию Франции рассказывали, вот я вот недавно в выпуске рассказал, как я на юге Баварии оказался, тоже там, на весь город одна негритянка, три турка, то есть, конечно, они все кучкуются в основном в мегаполисах. Ну, там работа, там возможности. Ну, там пособие еще, это понимаю, там, как им сейчас вообще, там, правительство помогает, нет, как там, британское имя? Ну, если легальные иммигранты, то есть, вот, там много было буч о нелегальных иммигрантах. Ну, естественно, про нелегальных даже не заикает. Да-да, потому что о них никто не заботится, потому что они нелегальные, вот, а так пособие, ну, они есть там по безработице, больше вот индусы, пакистанцы и вообще мусульмане, они как бы славятся своей плодовитостью, и у них большие семьи, свои культурные особенности, свои качества, которые обусловлены культурой, и, конечно же, на многодетство там идут пособия, и как бы люди могут жить. Но мне кажется, это больше, я с этим встретился больше как раз в британской культуре, потому что, когда я был в университете, я волонтером участвовал в программе, которая занималась тем, что мотивировало школьников на высшее образование, то есть на университет или на колледж, и там были, то есть там просто я ходил в школу и рассказывал, как там в университете, там были как бы определенные форматы, типа вот один формат был, где нужно было там на вопросики отвечать, как бы как викторина, это было для младших классов, и последняя викторина была, где были звезды всякие, шоу-бизнеса, и вопрос был, кто из них ходил в университет, и ответ был, что все, то есть все, там и Леди Гага в университет ходила, ну вот которые, то есть как бы стереотипы такие рушили, что вроде человек не занимается по специальности, а на самом деле он там ходил в университет, и там была отдельная проблема была, это дети из проблемных семей, которые, во-первых, которых в семье никто в университете высшее образование не получал, а во-вторых, еще более трудная ситуация, когда семья живет на пособии, и уже в третьем поколении живет на пособии, и у них есть и там плазменный телевизор, и игровая приставка, и там пицца они кушают, ну там без проблем, и как бы вот с точки зрения мотивации, зачем в университет идти, потому что главное вообще, главный посыл, и вот эта организация была, что ты пойдешь в университет, у тебя будет хорошая работа, ты можешь получать больше денег, чем без этого образования, а если у человека и так все есть, как бы вот по такому, и у них и родители так прожили, то есть как бы проблем никаких, кризисов не случается, то зачем, и ну и как бы и тут как бы начинается настоящее. А на твой взгляд, как много людей так живет? Ну, я бы сказал, не так много, и это довольно проблемно, то есть пока дети маленькие, ну как бы пособие есть, а вот просто по безработице не так много, я знаю там случай знакомого, с которым я один раз встретился, взрослый мужчина и женой, и живут на пособии, потому что они симулируют инвалидность жены, ну это как бы частный случай, они в принципе, и потому что система это как бы не особо ловит, они как бы есть, ну и плюс вот с проблемой, есть фильм, который вышел несколько лет назад, я забыл его название, в общем, который как раз повествует о проблеме вот пособий и здравоохранения, о том, как человек, там, по-моему, инсталлер как раз, у него инфаркт случается, и ему врач говорит, вы не можете работать, вам нужно отдохнуть месяц, и он пытается пойти получить пособие, а процедуру получения пособия включает какой-то тест на там, что ты умеешь делать, и ему задают вопрос, там, вы можете поднять руку вот так вот, да, у вас что-то болит, нет, здоровы, ну там я сокращаю, конечно же, но как бы там вся драма фильма именно на этом, что человек как бы здоровье ему не позволяет работать, но в то же время он не получает пособия, и получается как бы весь конфликт там в том, что пособия есть, и их получают те люди, которые как бы знают систему, в том смысле, что не только те, которые имитируют и... Которые просто не хотят работать. В том числе, которые не хотят работать, или просто люди, которые просто разобрались в этом, когда им нужны пособия, когда у них там болезнь или еще что-то, они знают, как подать документы, да, то есть становится больше бюрократия. Ну, понятное дело, что есть люди, которые вместо работы выбирают разобраться в документации и подавать документы правильно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а сейчас вот ты в России что делаешь? Сейчас я приехал на пару месяцев, и пока я не живу в России, я на данный момент живу на острове Бали. Вот, я там последний год живу, но я занимаюсь своим проектом, который я, в принципе, хочу в дальнейшем переехать в Россию и заниматься этим проектом в России. С чем он связан? Это социальная сеть для развития, то есть это будет новая социальная сеть. Ну, это очень амбициозная, конечно, заявка про новую социальную сеть. Ну, пока я не рекламирую ее, за рекламу не заплатил, поэтому я уверен, что попозже все услышим о ней. Понятно. Вот связано это желание с перезаном в Россию, именно то, что ты хочешь эту социальную сеть здесь развивать, или еще все-таки есть какая-то там тяга вернуться? Нет, это точно тяга вернуться у меня, и не только потому, что мне там не понравилось в Британии, не то, что я считаю, что это была ошибка переезда, меня все, в принципе, устраивает в мою историю, просто это мой выбор, в чем я вижу будущее, то есть я именно вижу будущее в России с точки зрения возможностей, с точки зрения продвижения тех идей, которые мне интересны, то есть более такого нового бизнеса. я вижу как бы новое течение, что оно будет возможно в России. Ну, в основном это как бы по... немножко добавлю как бы нейтралитет в мой рассказ о Британии. В Британии уровень жизни, ну, по крайней мере, как я знаю из моих знакомых в России, намного выше. Конечно. То есть меня поразил один момент, когда я подрабатывал в университете, подрабатывал в техподдержке, и как-то вечером выходила, выходила уборщица вместе со мной, и ну, как бы я вижу на работе уборщица, она как бы в своем удобном костюме работает, ну, в смысле в униформе. Она выходила, она из Польши, но она выходила в таком стильном фиолетовом пальто, в такой как бы шапочке, как бы, ну, она работает на минимальной зарплате, но она как бы довольна. И вот на эту минимальную зарплате, то есть это она, интересный момент, что в Британии рассчитывается минимальная зарплата почасовая, то есть там нет такого, что вот в месяц, если человек работает, должен получать столько-то. Но если работать полную рабочую неделю на этой минимальной зарплате, то можно позволить себе как бы такую нормальную квартиру, если не в Лондоне. В Лондоне в два раза больше обычно как минимум аренда, можно позволить себе нормальную квартиру, отпуск, ну, как минимум один раз, можно даже два раза в год, там, поехать в Испанию, на Канару, очень дешевый отпуск, он как-то… Ну, вот испанское побережье англичане очень любят, я их там постоянно вижу. И жить как бы без особых бытовых проблем, то есть, понятное дело, там есть как бы закредитованность и всякие такие проблемы, и проблемы как бы того, что если там человек заболеет, то как бы особо таких сбережений нет, но в принципе на минимальной зарплате можно даже чуть-чуть откладывать, и там через какое-то время получить ипотеку, как бы иметь свою квартиру. И это действительно огромная, мне кажется, разница, то есть, там, жить в Питере, не в Москве, ну, как бы с таким же уровнем жизни нужно работать намного больше и намного более престижной работе. Это причем мы не говорим сейчас про город, там, Сызрань или еще что-нибудь такое, там, средняя зарплата 15-20 тысяч рублей, 25 ты уже прям вообще, вообще жить не удалось. Да, и вот у меня в университете был период, когда я работал научным сотрудником летом, мне очень повезло, потому что это моя работа научным сотрудником переросла в мою диссертацию, по факту я за деньги писал свою диссертацию, вот, и тогда там платили, я там два с половиной месяца работал, там платили очень хорошо по меркам студента, и, ну, то есть, я шиковал, у меня было на тот момент, у меня вот как раз коллега, который рассказывал из Латвии, он устроился, пока он учился на первом курсе, он устроился на ночную смену в супермаркет работать грузчиком, и он там, он покупал себе телефоны, ноутбуки, все остальное, потому что, как бы, особо, как студент денег особо много не платишь, а деньги появляются, и, как бы, девать некуда, просто потому что, ну, он потом слетел с курса, потому что он, как бы, больше, больше ушел в эту работу, и… Это был его выбор, как бы, он там занимался каким-то веб-дизайном на стороне, то есть, он решил, что ему особый университет не нужен, но соблазн большой, то есть, можно просто работать и ничего не делать, кроме этого, как бы, отдыхать, и, в принципе, будет, журок будет накапливаться, такие сбережения и все остальное, и к чему я говорил, это к тому, что, мне кажется, почему я иду в Россию, почему у меня тоже тяга, с точки зрения бизнеса, мне кажется, есть много людей, у которых большие амбиции, но нет особо возможности, и, как бы, есть специалисты, есть, и, как бы, люди, которые нереализованным талантом, или они, как бы, реализуют совершенно в другой области, и, мне кажется, в Британии то, что я видел, что люди из-за такой вот беспроблемной жизни, и у них и амбиций, как бы, нет, ну, вот, там, та же уборщица, как бы, у неё жизнь удалась, вот она, как бы, красиво выглядит, всё может себе позволить, понятное дело, там, сравнение, может быть, какое-то с её жизнью до, как бы, и она, как бы, сейчас живёт намного лучше, но, мне кажется, ну, как бы, я вот хочу вернуться в Россию тоже, чтобы быть в коллективе тех людей и создавать возможности для таких людей, у которых есть, как бы, амбиции, у которых есть способности, но не обязательно есть возможности, чтобы это реализовать. Которых мороз 25 градусов в январе подстёгивает к определённым телодвижениям, которые не снились даже жителям города Лондона. Мне кажется, на данный момент это… хочу уточнить, что я всё-таки… такие же причины, мне кажется, используют и другие бизнесы, которые хотят, там, те же 15 тысяч платить, но только, там, вот, ты работаешь, там, на самую лучшую компанию, вот, но мне кажется, всё-таки существуют возможности, как сделать адекватные рабочие условия работы и так, чтобы у людей была нормальная зарплата и так, чтобы бизнес развивался, что это не какой-то специальная экономика в России, где нужно платить, там, копейки людям. Мне кажется, как раз сейчас и энтузиазм есть у людей, и достаточно есть идей для бизнеса, чтобы обеспечить и людей, и бизнес. Прекрасное, оптимистичное окончание нашей столь познавательной беседы. Ну, что ж, мы поблагодарим, господин, я желаю тебе всяческих успехов в развитии этой твоей прекрасной идеи. Ну, в общем, я думаю, Бали, оно как бы тебя должно вдохновить, должно было вдохновить на это всё, тоже не самое плохое место планеты, хотя я бы там, наверное, со скуки сдох был, ещё через месяц. На самом деле я… Бали, что ты мне подсказываешь. Самое интересное, противоречивое, наверное, во мне, что я вообще не люблю путешествия. Я как в Британии жил там на своём месте и никуда особо не ездил, как на Бали я живу, я никуда не езжу. Я сижу в своём доме и работаю. Понятно. Вот. Ну, а, соответственно, если мы говорим про другие страны и так далее, то я хочу вам сказать, напомнить, что идёт набор экскурсионных групп в Париж и Берлин. Уже даже с Берлином есть точные даты, это 28 октября и конец, 25 ноября. Что касается Парижа, это, по-моему, 11 ноября и конец января. Соответственно, если вам это интересно, то пишите мне на электронный адрес, который я укажу в описании под этим выпуском. Напоминаю, что продолжают эти экскурсии в Петербурге, в Москве. Есть и подробности, опять-таки, у меня там в группе ВКонтакте. Если у вас нет в ВКонтакте, то пишите на все доступные мессенджеры и так далее. У меня вся информация открыта. И хочу ещё сделать такое объявление небольшое, экспериментальный идёт набор группы, экскурсионно-походной в Крымские горы в следующем году, есть у меня прекрасный учитель Валера, который был единственным, на излёте Советского Союза, единственным инструктором не из Крыма, который работал инструктором в Крымских горах. Ну и, соответственно, мы с ним что-то решили, побегав вдвоём, тут последние пару лет решили попробовать собрать группу. Там уже какие-то люди набираются, там, конечно, будет совсем другой отбор, чем группа экскурсионной в Европу, там что, есть желание, есть деньги, вперёд. Тут, помимо желания и денег, нужно будет ещё, конечно, обладать определёнными качествами, и поэтому я буду на это обращать внимание. И последнее объявление, если вам нужны услуги в качестве, в области юриспруденции, покупки квартир или всё, что связано с машинами, то опять-таки прекрасного приятеля своего Александра пререкламировал, было у него уже два замечательных кейса. Ну, мой хороший просто приятель, он мне сам помогал в ряде сделок, и все машины я покупал только благодаря ему и его советам, поэтому если вам это интересно, если вам нужен специалист в этой области, проверенный мной рекомендуемый, то как раз вот про стоматологов говорили, вот, пожалуйста, за человека могу поручиться, то опять-таки ссылку на его страницу ВКонтакте укажу там, и телефон, то обращайтесь. На этом всё, спасибо, что пришёл, уделил своё время нам, оставляйте комментарии вот там, увидимся, пока.